У нее работа такая, Экскорт называется. Как ты понял, что ты гей? Твоя мать, она сумасшедшая, слышишь? Беги от нее, беги как можно дальше. Невольно подслушаешь чужой разговор, и волосы встают дыбом. Мы с моим воображаемым другом решили проверить людей и рассказать странные и непонятные вещи по телефону. Как отреагируют на это люди? Проверим. Это такой же мой ребенок, как и твой. Дай ему трубку. Алло, привет. Малыш, это папа. Ты, конечно, наверное, не понимаешь, в чем я. Но беги от нее, пока не поздно. Слышишь? Беги, она сумасшедшая. Это просто бросай ее. Я понимаю, тебе три года, и ты ничего не понимаешь, но твоя мать, она сумасшедшая, слышишь? Беги от нее. Беги как можно дальше. Она заберет все, что у тебя есть, и ничего не отдаст взамен. Слышишь? Беги от нее скорее. Беги, эта сумасшедшая женщина. Слышишь меня? Алло, Серега, наконец-то, господи, наконец-то я для тебя звонился. Слушай, как ты понял, что ты гей? Эскорт – это обычная работа. Мам, не изменяет она мне, это ее работа, ты можешь понять? Да. Да, она получает зато очень много. Мам, я еще раз повторяю. Нет, 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 я не гей, я натурал. Как тебе это объяснить? Мам, она не может изменять, она эскортница. Это совсем другие вещи. Да. Мам, не изменяет мне Оля, ты можешь это понять? У нее работа такая, экскорт называется. Что за бред? Нет, мам, господи, ты... Сначала тебе нравятся ее премии, потом не нравятся ее премии. Потом тебе нравятся ракушки, которые они привозят из Дубая. Я не понимаю. Да может, я гей вообще, что вы ко мне пристали все? Иногда по реакциям людей понятно, что лучше не знать, о чем говорят по телефону. Но если уж вы стали невольным свидетелем того, что услышали, просто посмейтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!